она начнем писать ну давайте connection creator так драйвер у вас надеюсь совпадают с ним или нет драйвера именно драйвера потому что тут может какая-нибудь мелочь не давать connection во первых имя драйвера так ну get connection properties get properties строчку жалко написать да нет или как поле объявил бы класса и все уже так окси connection верю наверное что стандартный public public них нифига не правильно и почему неправильно почему здесь паблик нельзя не знаю чудесно кто знает господа и дамы кто знает почему в проксе не умею нельзя здесь паблик если кто-то что-то сейчас говорит то никто его не слышат это не что объявлено как синглтон не имеют нет здесь не как синглтон паблик запрещен потому что убран чтоб никто не смог создавать этот объект сам чтоб только пул мог его создать а понятно так где клоузы так вот этот правильный возвращение в пул а здесь опять паблик лишний той же самой причине чтобы никто случайно ваш коннекшен не закрыл чтоб его закрыть мог только пул вот эти два паблика убрать ну в принципе это тоже можно когда когда вы начнете нормально учиться мы это уже не раз повторяли так блокирую очереди прокси подожди зачем здесь регистрировать драйвер если вы его зарегистрировали в коннекшен креаторы одно и то же действие выполняется дважды убрать или там или тут ух ты а зачем так много ок стоп вот здесь конструкторе вы заполняете полностью пул правильно окей смотрите что вы делаете здесь вы здесь сравниваете все вот эти размеры аранд пул сайги вендовый если где-то чего-то не хватает добавляете на самом деле вообще здесь до одна из стратегий создания пула но в вашей ситуации вот эта штука скорее всего вообще не нужна вы полностью можете объяснить что здесь происходит или вы просто взяли код из интернета просто здесь стратегия когда пул неполный а вы его сразу заполняете он там выше и вот эту штуку в общем то делать уже не нужно и и если вы поставите поставите вот здесь где-нибудь точку прерывания и дебаггером пройдете вы здесь практически никогда ничего никаких активных действий выполнять не будете пока оставьте попробуйте сами разбираться но в конце концов скорее всего вот эту часть можно будет удалить аналогично у вас удалится и вот эта часть в релизе либо вы разбираетесь и четко рассказываете зачем это нужно вот у вас выбор или убрать или все рассказать полностью что там происходит ну хорошо после урока дебагг сделаю посмотрю я говорю вы либо убираете либо объясняете пока можете не убирать но подумайте как объяснять а что еще посмотреть кроме пула локализация локализацию так у нас есть значит команда локализация уже должна быть а где она она папка ресурса по моему не понял где нет папка ресурса локализация там а здесь должна команда когда вы выбираете когда вы меняете язык так вы нажимаете кнопочку которая меняет вам язык давай ой а о а это хорошо и в какой-то странице это сделано так вот это вот значение вот вы понимаете что при запуске вот она всегда будет у вас кузет а нам нужно чтобы это можно было менять значит вы можете эту смену языка сделать один единственный раз давайте даже упрощенный вариант сделаем вот на этом мэйне чтоб один единственный раз и значит у вас должна быть команда который обращается вот локализация команд и те си вы вот здесь вот будет у вас не узет стоять миру не n а какой-нибудь доллар скобочках локаль и вы все все будете сохранять эту самую локаль поняли да и отсюда она потом будет браться на всех страницах кнопка смена локализации будет только на мэйне кнопка смены языка на самом деле можно сделать на каждой странице но вот кто захочет кто дотянет я это расскажу базовая только на одной на стартовой это тоже допустимо а что то что пример работает это прекрасно но теперь надо сделать так чтобы язык действительно менялся нажатием кнопки а что еще у вас на сегодня все так и что елоченбек у нас сегодня только один такой только один больше никто ничего не показывает так ну чтож значит мы с вами у нас с вами на очереди остались еще темы коллекции и стандартные джавы наверно все а функциональный интерфейс а функциональный интерфейс а я рассказывал вам или нет по-моему нет ну рассказывал но не очень большой не полностью да вроде как нет а это нет вон мвс ревью рассказал месяц назад functional интерфейс ну стримы не рассказывал коллекциях ну давайте значит сегодня занятие так сделаем часть я расскажу стримов сегодня просто эта тема большая ну коллекции стримы тема обширная и поработаем с вопросами стримы и м и 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 среды были у нас задание вообще средов не было вообще точно это были были было было из всех стандартный джаву нас остались только коллекции одной стороны вы это все уже знаете значит зачем нам нужны коллекции нам все время нужно хранить где-то большие наборы данных ну большие небольшие любые и как правило однотипных какие средства у нас есть первую очередь это были массивы но массивы что в джаве что в любом другом языке штука довольно так сказать деревянная не гибкая то есть массив нельзя изменить длину охраниченное количество методов поэтому соответственно разработали целые группы структур данных вообще на самом деле есть специальные курсы отдельные которые так и называются пример алгоритмы структуры данных и способа работы со структурами структуры данных могут выглядеть очень и очень разнообразно очень но нам с вами нужно освоить только ограниченную часть которой в общем то вам будет вполне достаточно так вот коллекции подразумевают вот три основных свойства добавление удаление изменения массивы например из этих трех свойств поддерживают только одно изменение соответственно коллекции настраиваются так создаются так чтобы в определенной ситуации с ними было удобно работать то есть определенная коллекция выбирается для определенной задачи и для определенного способа хранения объектов опять же любая выборка у вас из базы данных вот будет вы там выбираете список пользователей список заказов список товаров список это может быть список она снова в основном говорят список но это например может быть и множество мы с вами помним и мы использовали и мэп значит когда создали джаву коллекции было всего четыре вектор аналог р листа ну стэк его наследник ну стэк и стэк хэштейбл это аналог хэш мэп ну и бицет достаточно такая оригинальная коллекция странно что она кому-то пришла в голову все эти коллекции потокобезопасные у них еще есть название legacy не говорят устаревшие говорят legacy collection и на самом деле они используются до сих пор достаточно активно те же самые например параметры реквеста внутри лежат хэштейбле вместо итератора используются нумерейшн когда появилась джава 2 решили интересно то коллекции далеко не всегда нужны в потокобезопасном режиме работать они могут и в потокобезопасном режиме работать то есть убрали потокобезопасность и существенно расширили коррить количество их и соответственно различные свойства java 5 добавили еще целую серию ограниченно потокобезопасных коллекции большинством из них вы в общем то должны уметь пользоваться 5 джава добавили еще типизацию ну типизация штука также довольно удобно и довольно удобно и по причине того что как правило нам необходимо хранить ну а что вот это такое объекта одного типа вы забираете из базы данных юзеров у вас будет список юзеров вы забираете из базы данных множество заказов у вас будет множество заказов коллекциях которые были до типизации до java 5 вы могли в любую коллекцию добавить любой объект к заказам вы могли добавить строку пользователя кого угодно и понятно это не очень хорошо с точки зрения извлечения информации в последующем ну и соответственно после этого извлечения уже не нужно преобразовывать заданному типу знаешь какие коллекции у нас есть на мэпс зря его сюда поместил давайте-ка мы его перенесем пониже во первых основной интерфейс collection это есть коллекцию так другие которые следует знать основные группы сет лист и кью значит общее определение сета это набор уникальных элементов с набор уникальных элементов или множество список это упорядоченный набор элементов то есть у каждого элемента есть свой номер или позиция и они могут повторяться кью по принципу добавление добавление зашел последний вышел правильно есть еще очереди двуконечные дек у которой поддерживают еще первый зашел первый вышел это стек кроме всего прочего чуть-чуть отдельно стоит у нас стоят у нас мэпы это что же кортеж ну ключ значения с одной стороны сет по себе сам по себе тоже это мэп внутри содержит но это карта отображения ключ значения довольно часто используется вот эту вот иерархию вы должны знать представлять и уметь воспроизводить так извиняюсь за звонок такой пока нет ничего я я сейчас занят я должны ему давать хорошо давай подождем до понедельника я понимаю давай подождем до понедельника я сначала связался обычно пока не ответил не прочитал еще он черт знает где находится в другой стране слушай я сейчас занят у меня занятия давай до понедельника подождем понедельник будем решать ну ну и теперь пошли дальше но по поводу методов я тут останавливаться не буду смысла нет методы изучаются в процессе так дальше для для навигации по коллекциям используются итераторы итератор это в общем то дизайн паттерн классический классический ну и теперь давайте посмотрим коллекции релиз его конструкции добавляются методы добавления в позицию удаление по позиции так ну копирование вот список а теперь давайте посмотрим стандартные задачи стандартные примеры значит лист рентажеров базовым типом нельзя параметризовать только объектным может содержать нау так ну добавлять удалять что еще здесь системе онлайн торговли а теперь давайте задачу посмотрим с помощью решения а ну пускай да значит второй тип то есть когда мы вдруг решили не использовать параметризацию тем это нам грозит а грозит это нам тем что мы можем добавить туда все что угодно и заказ и другой список внутрь списка и просто строку и получается что нам нужно знать в какой позиции что стоит когда мы это можем извлечь и это крайне неудобно вот это вот конструкция крайне неудобная случае же если мы делаем список параметризованный ордером то туда мы можем добавить только заказы так ну класс сущность ордер здесь используется далее 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 а зачем здесь сериала я забыл и клонабл мы удалим это нафиг вместе с этой строчкой не нужно она здесь так список заказов что здесь еще бит ордерс ну здесь стандартная работа итератора ну кстати вот этот пример тоже с анонимными классами идея говорит что лучше так не писать и что поиск изменения удаление элементов списка коллег классический способ но как правило циклы и ифы у нас легко заменяются с помощью методов которые функциональных функциональные интерфейсы и стримовые методы но дело в том что коллекциям добавили собственные методы которые получают например вот в данном случае remove if получает что это за значение что за функциональный интерфейс здесь спрятан кто знает remove if а? предикат правильно в for each что спрятано а? 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 еще раз а? 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 так здесь что equals concurrent ну тут в общем то не особо это интересно да и вы опять же говорю это все знаете поиск удаление изменения поиск удаление изменения фильтр это удаление map это изменение так значит один и тот же стрим нельзя использовать дважды то есть объявил ссылку на стрим и попытаться вызвать два разных метода на одном стриме будет ошибка ну неинтересная тема с точки зрения рассказывания здесь в общем то примеры нужно показывать так так ну по поводу фильтра и предикатов фильтрация элементов списка преобразуем список в стрим и выбрасываем те которые не удовлетворяют условия map выполняет преобразование списка из одного вида в другой точнее стрима то есть выполняет некоторое действие и возвращает другое значение кстати вот мы с вами использовали макпер там похожие действия мы принимаем там результат с а возвращаем например юзера то есть смысл очень похожий кстати и там маппер тоже можно организовать в виде функционального интерфейса в дау кто использует ну вот список строк был а я преобразовал его в список длин строк стрим строк список длин строк стрим длин строк флэк мэп позволяет из так сказать из объекта из одного стрима сделать стрим который состоит из более мелких объектов то есть размер стрима обычно больше то есть например у вас есть строки изначально а вы потом из этого стрима сделаете из стрима строк например стрим всех символов которые включают в эти строки сами понимаете что этих символов несколько больше там не знаю но эти примеры тут с ними можно возить возиться вечно в общем то и я бы их даже пропустил уже так особо обратить внимание на алгоритмы сведения значит зачастую вам со стримом нужно получить какой-то результат в конце результат бывает не очень простой ну если более банальная например там ту коллекшн ту лист ту сет это понятно ну кстати вот современная запись уже в общем то по другому мы с вами пишем на тот момент этого не было современная просто из метод ту лист добавили стримам то есть можно вот так написать вот так что можно про них ну вообще наверно давайте вернемся потому что supplier ой елки-палки ох как далеко меня унесло извиняюсь я просто хотел копию строки сделать потому что там все таки объясняется одно а написать я хотя записала совсем другое так где тут вот они на самом месте или есть а аналогия давайте ух ты есть аналогия просто . ту лист и догадались вести такой метод пускай стоит тут потом буду думать что с этим делать ну можно вот такую новую коллекцию вот такая интересная штука с сплайером сделать объединить строку указанием делиметра мэппинг тут довольно сложная конструкция то есть есть функция есть коллектор в которой вы образуете всю коллекцию в данном случае что у меня тут произошло есть коллекция интежеров так так strings а где то у меня там были а ну да там коды collectors map то есть коды символов и эти коды символов потом преобразовались в другой стрим ну на самом деле можно было с помощью обычного мэппера сделать это конечно так ну макс бай мин бай то есть тоже берем лекцию во что то преобразовали и ищем максимум или минимум фильтринг тоже на этапе финальном если нужен делается мы можем просто сделать но нам после фильтра у нас это промежуточная операция а нам нужна терминальная так и вот в данном случае коллект предоставляет нам финальную операцию ну counting понятно суммирование reducing кстати тоже стандартное тоже сведение к какому-то действию например где сумму всех элементов посчитать ну всем сумму всех кодов группировка то есть на основе получить есть строки и в качестве ключа будет выступать вот эта задача решает длина строки качество значения список строк которые имеют эту длину задача довольно стандартная решается она не очень удобно особенно обычными средствами а здесь она решается буквально в одну строчку вот строки перегнали в стрим и все и получили вот такую штуку так теперь по поводу мета символов коллекциях да все таки вот это чисто практическая вещь я как раз сегодня делал тесты и кстати мы их и посмотрим по стримам и вы попробуйте определить угадать результат что будет вот чем вот таким заниматься ну единственное что хочу сказать про мета символ давайте про экстенс поговорим значит если бы здесь стоял ист ордер этот параметр метода может принимать только списки параметризованные ордером а вопрос экстенс ордер позволяет принимать какие списки кто скажет кто знает ну которые наследуются от ордера да списки параметризованные классом которые наследуются от ордера ну если полностью сказать правильно и linked list q коротко расскажем а давай катика мы так нам будет интересней сейчас вот чтобы вам было хорошо результат попробуем во первых после фильтра сколько останется объектов из этих пяти две остались какие да да две какие филипп и антони хорошо дальше мэп опять же мы преобразуем лиса стрим строк в другой стрим строк выйдет он который первоначален три буквы как бы будет брать он отрезан от третьего индекса старшего стрима на флипп будет лип два и там будет они да и они правильно можем запустить так как там а вот так и запустим молодцы ну так интереснее значит окно к 1 где у нас там следующее 1 2 то же самое да не совсем так кто здесь будет 1 фильтр эту мелани больше нуля кого оставит если кого то оставит такой фильтр индекс больше индекса м то будет положительный знак да например g ну хорошо кого оставит такой фильтр такой фильтр антони антони еще антон джон джек точно не знаю не ну антони точно будет потому что а компе это лексико графическое словнее сравнение так а что это такое за словно сравнение для строк на больше меньше это как в словаре правильно да да точно ну вот а кто у нас больше будет в словаре значение те которые позже позже удовлетворит этими компету этому фильтру слова какие именно филипп и пит ну а дальше мэп в лист в стримы интежеров делается так что у нас в результате длина тем 7 и 3 до 7 и так следующая задача в общем-то похожая будет не запускать даже не буду мне не мне линьё они похожие задачи и каждый раз что-то разное фильтр в в матчис и регулярные выражения которые вы не очень любите какие строки соответствуют этому регулярному выражению а и и и и и и и и все антони нет алфавит т идет после п то есть джон джек и филипп так а второй символ у них какой джон и и и и и и и и и филипп в итоге будет вот такой вывод ну хорошо дальше что я тут еще делал один четыре а это неудачная ну точнее без этого самого без вывода мне там нужно было подумать что делать так не понял а здесь несколько задач а здесь вообще обленился торопился так значит есть у нас некоторый рекорд айтем то такое рекорд то помню ну и звук у вас класс конструктор геттерсеттер если да то есть это immutable класс вот эта штука в скобках это фактически конструктор и есть геттерсеттеры такими же именами как эти типы ну чудесно значит создали список из трех айтемов давайте посмотрим какие чтоб они были видны дальше взяли имена и те которые кончаются на с очевидно это джинсы сок так но задача простенькая здесь дальше map to double понятно что он на 1 стрим отобразит его на double и здесь вызвали этот самый использовали ссылку на метод чтобы не писать стандартную запись можно было спокойно написать сейчас double стрим что у нас здесь можно было написать ну принимает где-то у нас println так вот он double to function ну короче да интерфейс double to function object в double то есть здесь поставили бы но я могу переписать давайте значит у нас будет уже стрим с использована пускай будет с с стрелочка с . потом у нас прайс вот прайс там или что ну да вот эта штука легко меня меняется вот на такую на ссылку на функцию в данном случае это суть одно и то же дальше вычисляем следующее среднее значение 20 10 у нас будет 15 и извлекаем get s double дабл варвелью дабл получаем 15 дальше что я делаю значит а тут уже ордер у которого айди это вот так странно где правит и мои делись без правитов нельзя ну ка или проблема и тут проблема ну ка ну ка ну ка ах ты елки getter понятно getter не писать ну ладно бог с ним это для теста я сокращал а кто делает у нас reduce то есть и заказа давайте вот они три или четыре три с айдишниками один процент ими цена 50 70 70 reduce принимает вот он возвращает optional order принимает два объекта из трема соседних и сравнивает у кого сумма больше если p1 больше p2 то p1 занимает место так наоборот p2 в итоге что мы делаем ищем что что мы ищем в этом радиусе у которого больше количества да ну больше сумма да ну давайте запустим это у нас будет второй вывод ну ладно вот этот заглушен чтоб не мешал так так найдется у нас ну m70 вот этот в итоге точно ну и в презент понятно а почему 770 а ну да если больше а он не больше то поэтому заменится на p2 то есть умышленная сделал в десятки одинаковые то есть когда понятно с этим все понятно первым действием а со вторым 70 и 70 p1 70 больше второго не больше а раз он не больше значит p2 займет его место вот и теперь задачка с мэпом так тоже нужно подожди почему я тут мудрю контроль альт стоп контроль альт а 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 ну 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 будет да если начать подождите добавляем y и сюда к в дальше какое то в если в равняется на то ставим единичку да елки что то все время выскакивает если в равняется на то двойку что такое сегодня эти подсказки компьютер в презент если предс присущ если присутствует так так к в выполняем в равняется на так что здесь строится тройка или нолик а налов здесь не будет ни одного минусы если присутствует если отсутствует да и в презент если отсутствует вот этот и в абсент вычислиться или нет и в презент сработает и в абсент нет в итоге за и лесов будет выведено что у нас давайте посмотрим а ну там оно есть уже до елки 1 3 то есть вот этот презент работает и заменит двойку на тройку а этот не сработает потому что и в абсент он сработает в случае если только ключа со значением и велика не было вот смотрите вот эти довольно интересные методы у стримов очень много возможностей господа и вот эти методы там еще по ходу дела я вот тут посматриваю иногда там появляются новые новых версиях и они про их даже не пишут сейчас давайте взглянем я вот как-то смотрел и обнаружил по-моему map map афиг я сейчас и найду еще их тут есть еще интересное но мы сейчас перейдем на теорию времени осталось немного это я просто чтобы вас заинтересовать так показал по-моему стримов у тех же им так нет не как нам нужен а класс где тут классы сейчас я покажу collect builder any match это все интересно flat map too long а вот как-то смотрю вот эти появились map мульти так вот их не было раньше и остальные вроде были вот например map мульти появились я вообще даже не знаю как они работают в принципе не знаю нужно садиться писать примеры и изучать то есть если вы выбираете направление программиста то вам придется все время учиться так ну давайте дальше про коллекции поговорим чуть быстрее тут ничего такого удивительного нету значит linked list интерфейс q значит 3 лист простые списки в основе которых лежит массив по ним очень быстро навигация происходит linked list ну у них лучше производится процесс вставки побыстрее побыстрее и хорошо работает с краями а не всего прочего linked list реализует интерфейс q так ну и соответственно появляются методы у linked list видите раз с концами работает хорошо at first at last get remove соответственно ну и весь этот набор методов которые вы используете в блокирующих очередях про которые мы там потом еще поговорим а точнее про них говорили вот offer элемент pick pull remove плюс потокобезопасные там put и зачем я вот такое зачем я такое делал пока лишние строчки анкс вис глинс главе рсту шилд и а offer at offer offer и что нам это дает ну-ка не понял а отрицание думаю елки-палки должны же с этим выводиться отрицание отрицание все правильно который не заканчивается поэтому шерфил дом за паузу бывает он за разум заезжает ну вот фактически мы подобное с вами видели здесь задача еще более преми примитивным ну можно remove if q твои методы есть которые как стримовые так приоритетная очередь сразу с точки зрения сортировки добавляется такой повествовательный но не интересно тут рассказывать не интересно да так вот если вам нужен список с поведением очереди или стека используйте эридек не потокобезопасном варианте только эридек он быстрее чем линкет лист и быстрее чем стек и все так что дальше у нас есть множество но с множествами тут в общем-то все довольно просто есть хэш сеты самое быстрое множество используют для добавления поиска элементов какие методы это вопрос пик да пик пик equals и хэш код и equals и хэш код используют хэш таблицу так ну и соответственно три сет и это нас упорядоченные используется бинарное красно-черное дерево с этим алгоритмом желательно ознакомиться но вообще это да из теории алгоритмов так и это уже сортированное то есть каждый элемент добавляется в три сет с точки зрения сортировки сразу размещается с точки зрения сортировки поэтому используются и сорта цвет используется функциональный интерфейс компаратор так кто здесь еще интересного ну и нам сети подмножество и намов если вам нужно хорошая вещь так ну и собственно говоря мэпы а про мэпы вы практически все знаете хэш мэп 3 мэп ключи уик хэш мэп линкет хэш мэп ну и мэп кентри для навигации а давайте мы это все оставим потому что ну совершенно неинтересно даже на мой взгляд те примеры которые из моих тестов сейчас рассматривали они вам были более интересны вот здесь информация довольно скучноватая если конечно не влезать вовнутрь вот те же самые в презент и фабсонт облатите внимание в разных реализациях причем с функциональностью там есть несколько не метод перегружены да я тут конечно порызвился так что мы еще умеем слабые ссылки это редко используется ну legacy collection немножко знать надо конечно но это так давайте займемся теорией господа можно конечно еще вопросы посмотреть там не все кончились так рамс мухлиса испандиор у вас получилось с прокси коннекшенами да получилось сам или нашел нашел сам свою ошибку там нашел сам и что было не так ну я коннекшен констирован но нам должен быть дать на прокси коннекшен на конструктор на коннекшен на прокси коннекшен я забыл что коннекшен дать на прокси коннекшен конструктор ты его не вызывал просто поэтому ну понял я вроде у тебя его видел тогда так ладно что-нибудь еще показывать будет из господ опоздавших по поводу кода у меня есть вопрос по проекту давайте как можно написать кури на аптейт форму например мы не знаем заранее какое поле мы будем изменить можно стрингбилдером создавать можно только покажите потом что вы сделали стрингбилдером создавать запрос да да можно только покажите его обязательно потому что там есть нюансы которых например иногда допускать нельзя сделается и покажите следующий раз хорошо ага окей так ну давайте теперь придем да мы хотели немножко тестами заняться так это где у нас было квест 2.1 так квест 3.2 так что у нас здесь делалось есть класс order точнее record есть три заказа один пятьдесят пять семьдесят и семь 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 пятьдесят по айдишникам collect collectors grouping by amount что делает метод grouping by кто знает группы количество да 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 фурыч тогда что делает у нас понятно что фурыч по ссору что вот этот выведет тогда кто разбирался с подобными вещами значит во первых по количеству что он тут сгруппирует amount у нас пятьдесят пятьдесят так у нас получится map то есть в качестве ключа мэпа будет что например пятьдесят да а здесь будет список заказов которые ему соответствуют правильно то есть этот мэп будет состоять из двух элементов давайте посмотрим что в итоге получится то есть у нас будет два элемента ну а так как мы здесь выводим только исходник это получается вот это 70 50 исходная ну ключи мы вывели только ключи так подождите тут не хватает вывели только ключи на самом деле спокойно могли вывести сами объекты например ну вот давайте так сделаем тут очень удобно такую штуку делать точка здесь be consumer а be consumer сработает ли обычный system out println а be consumer ему нужен значит только тот for each ну можно вообще было приводить не только source но и вот этот а вот точно действительно этого и же хотел и вот принтоленом когда они хорошо видны будут ну-ка ну вот обратите внимание видите в качестве ключа группе мы указали в чем группируем здесь вот это хорошо подсказка выскакивает то есть по значениям группируем и он сразу указывает сколько там заказов заказом 70 у нас один элемент а здесь заказом с аммаунтом 50 два элемента вот такое и вообще на самом деле это имеет в общем-то практическое применение только опять же здесь чтобы достичь какого-то мастерства нужно что сделать что нужно делать кто там про группенбай говорил он работает кто помогал мне с группенбаем сейчас я не слышу по голосу ухтам вы были не не да понял кто очень бег а да я так что нужно сделать чтобы хорошо их освоить расскажи что надо делать практиковаться правильно так нужно практиковаться господа так вы это дело не выучите и не освоите нужна практика на самом деле конечно можно придумывать много мелких задач на эти цели чем в общем-то надо будет мне самому заняться но ладно что есть то есть так дальше что у нас еще было это не ну-ка те же самые три заказа stream reduce ну new order ему что-то нужно было дать дальше первый второй передается создаем new order у которого будет ID первого ордера и сумма будет сумма двух других а наверное не самая удачная задача и потом в конце концов он посчитает сумму всех заказов ой неудачная задача неудачное решение будет здесь 50-70 сейчас посмотрим 120-90 что ли ну-ка давайте посмотрим этот стрим уберу чтоб не мешал да елки запустим задачу можно по-другому сделать ну да эта четверка нам не уперлась как посчитать сумму всех заказов давайте-ка по-другому сейчас напишем это господа Лоченбек давай помогай сумму всех заказов используя стримы что нужно сделать наверное нужно сделать мэп да ну да ну впервые мэп а потом мэп давайте значит ордер не мэп давайте сделаем сначала мэп а потом потом будет и что здесь мэп сделаем о точка что мэп мэп нету что ли а ну там река хорошо теперь у нас мэп мэп только мэп у нас строковый подождите а какой у нас мэп получился так объектный вообще мэп 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 тю мэп надо смотреть в ордере у меня обычный ордер лангта мэп ту есть у нас там и пталон есть так как он любит мэпту лонг это мэнсер не понял сейчас что ему не нравится не не лонг был это был точно 0 а не туда посмотрел виноват петь что делаем мы можем сделать коллект а можем сдали речь и речь там есть а вон а нам сумму нужно посчитать а форич не подходит смотрите что сделаем есть боксет преображаем стрим доблов или у нас уже стрим доблов а нет уже есть дабл стримы а стрим доблов ссори теперь есть метод метод ёлки есть метод аккаунт по нд не флэт мэп лимит макс мин ну радиусом можно посчитать так радиусом что ли считают дождите а там сам мари статистик с вот этот слушайте не радиусом мы посчитаем это не вопрос вот сейчас дабл айдентити 0.0 нас есть еще один способ и остался у нас что там бифаншин аккумулятор и байнари оператор ах ты елки-палки но бифаншин это понятно а б так а запятая б но 1 2 можно было так и здесь а плюс б так так только радиус возвращает что у нас дабл да вот а тут еще на эту точку ругался мне а сам у меня есть еще способ слушать и есть это с помощью summary statistics эта штука есть ну и соответственно сейчас д вот это эта сумма и будет так ордер это нам не нужно да елки на такой промахиваюсь здесь будет как раз у нас наше 190 по идее здесь личный подсчет будет на этом вопросе нужно тоже заменить так вот посчитали но есть еще один способ учет он у меня с головы выскочил а подождите бокс от он должен быть у дабл стрима нефига а в рейдж есть огня сумму почему нету сумму а вот это количество коллект не интересно мин макс а кстати возможно радиус здесь простой может быть в дабл байнари оператор нет а вот сумму елки палки я просто до него не добрался значит смотрите на самом деле три способа вот этот способ который мы нашли это самый длинный дальше способ сумм значит давайте вот этот способ это способ выпускает два это способ который мы нашли один но вот с этим радиусом один и сейчас еще третий способ с прямым радиусом ок вот он нет амстой радиус был так . без айдентити просто был радиус где тут было так и дюс дабл байнари оператор бинарный оператор обычный дабл байнари оператор бинарный в принципе раз бинарный по б так дальше а плюс б столь и все нет тут это нет так а а общинал дабл то есть вдруг нету так стоп где-то с а бог вот это третий способ ну-ка дайте запустим и у нас есть будет он считать но предыдущий мы даже не запускали суммам ну вы верите так 190 вот и способа 1 2 и 3 вот это говорит о том что видите одну и ту же задачу можно решать на разными способами и желательно чтобы вы знали их побольше и не факт что их только три слышите если так покрутить подуматься их возможно еще больше есть поэтому стримы я понимаю некоторых из вас возможно пугает но вот если так хорошо посмотреть на них эта штука безумно интересная вот уж поверьте когда получаешь результат буквально несколькими кликами а на самом деле можно строить если обычным кодом писать то год может показаться очень даже приличным оказаться не есть еще способ поверьте есть я думаю не один даже а мы плавненько уже концу подошли ну ладно раз так так